Эй, привет дорогой друг! На прошлой неделе на PlayStation Meeting нам показали первый геймплей Mass Effect Andromeda. И сейчас я расскажу тебе, почему с каждым видео я все меньше доверяю этой игре и современной BioWare. Поехали! Для начала, наверное, будет важным сказать, что Mass Effect это одна из моих самых любимых серий видеоигр. От Mass Effect я по-настоящему фанатею и я ненавижу быть фанатом чего-то. У фанатов часто завышенные требования, они придираются к мелочам, они дотошны. И мне и посчастливилось, и не посчастливилось быть фанатом этой вселенной. Поэтому, как настоящий фанат, я жду игру. И как настоящий фанат, жду ее с большими опасениями. Потому что предпосылок, говорящих о том, что мы не будем рады этого Mass Effect, то большое количество. Но не все хотят их замечать. Давайте разберемся. Во-первых, я считаю лучшим годом студии BioWare 2009. В тот год они выпустили потрясающую Dragon Age Origins. В тот год они выпустили Mass Effect 2. Лично, на мой взгляд, самую крутую из всех частей Mass Effect. Это было незадолго после того, как их купила Electronic Arts. У них еще была старая команда. В студии руководили ее основатели. Они могли выдать две классные, потрясающие игры подряд. Но продолжалось это недолго. Вот поисковый запрос. Из BioWare ушли. Первая страница. Вторая страница. Третья страница. И это только самые заметные сотрудники студии. А сколько талантливых людей ушло вслед за ними, никто не знает. Само собой, на место старых талантливых людей могли прийти новые талантливые люди. Но так получается не всегда. Mass Effect 3 был все еще хорошим. Спорным и, на мой взгляд, менее интересным, чем вторая часть. Но вот хотя бы к ней у меня не так много претензий, как к следующим двум играм. Которые стали плевком лично мне в душу, как фанату Dragon Age. Dragon Age 2 был прям херчайшим примером вот той конвейерной игры, которую так не любят игроки. Она была выпущена через полтора года после предыдущей игры, которая делалась пять. Она была маленькой, с плохим дизайном. Да что там говорить, если в игре было одно подземелье и одна пещера, где при разных квестах просто менялся порядок дверей. Следующей игрой стала Dragon Age Inquisition, которая обещала, что все будет как раньше. Ошибки второй части поняли, все учтем. Будет прям вот как Origins любили, вот будет такого же уровня игра. Но нет, оказалось то, что в какой-то момент студия делала из игры ММО. Потом ММО у них не получилось. И наработки ММО с этими квестами принеси 20 штук, обойди 3 дерева, всходи 8 мест, перенесли в одиночную игру. Которая имела неплохие механики, но по большей части была абсолютно пустой. И пусть для меня, как для фаната, она была наполнена приятными отсылками, старыми персонажами и историей мира, которые я хочу изучать. Но проведя в ней кучу времени, я не могу рассказать ни одного интересного квеста, ни про одного интересного персонажа. НИЧЕГО. Поэтому Mass Effect Andromeda с самого анонса вызывал во мне чувство, в первую очередь, недоверия и опаски. Я видел любимую вселенную, которая оказалась в руках непонятных мне людей. И мне страшно от того, что они могут с ней сделать. Студия долго хранила молчание. Иногда показывая нам, как им нравится разрабатывать игру и какие у них есть концепты, но до реальных видео дело не доходило. Потом стали появляться подробности игры. Один красивый трейлер, второй красивый трейлер и вот дело дошло до показа игры в действии, реального геймплейного куска. Вот он шанс для BioWare показать, что студия еще жива. Она может еще раз показать, как надо делать космический RPG. Она может поразить нас, она может вдохновить и убедить. И посмотрите, персонаж может ходить, прыгать на джетпаке, открывать двери, читать про растения и участвовать в кастсценах. И после всех лет разработки, это лучшее, что может показать BioWare на первом в историю человечества геймплейном массовом показе Mass Effect Andromeda. Первый показ геймплея, тот момент, когда надо удивлять, надо производить впечатление, надо задавать какую-то планку. Но кажется, студия пытается ее только снижать, может быть, чтобы удивить нас потом. При этом выйти игра по последней информации должна в начале 2017 года, то есть до выхода игры полгода. И это лучшее, что студия выбрала для геймплейного показа. Знаете, наверное, это первый раз, когда я хочу, чтобы игру перенесли. И когда я высказал примерно такие же мысли в прямом эфире, пользователи стали писать, что я хейтер, я просто не люблю игру и что вообще я ее своими руками трогаю. Я не ненависть испытываю, а страх. Я боюсь получить плохую игру по Mass Effect. Потому что после всего того, что BioWare сделала, мне трудно в нее поверить. И если у студии несколько лет подряд выходят плохие игры, то есть большая вероятность, что их новая игра получится такой же. Это не хейт, это не доверие. Я очень хочу проиграть в Mass Effect Andromeda. Я очень хочу пройти его от до. Но только после того, как я увижу титры, я смогу сказать, понравилась мне эта игра или нет. Так как утратила BioWare мое доверие, очень легко. А вот вернуть его обратно будет трудно. Я хочу, чтобы Mass Effect Andromeda получилась классной, замечательной, интересной. Но верится мне в это с трудом. И самое главное, что я хочу сказать. Если вы верите в Mass Effect Andromeda, ждете с нетерпением, то будьте трезвы. Старайтесь смотреть на картину непредвзято. И лично мне кажется, что это тот случай, когда заниженные ожидания будут как нельзя кстати. Потому что или все пойдет так, как вы задумали, или вы будете приятно удивлены. Потому что если ожидания будут завышенными, то все будет или так, как вы задумали, или вы очень сильно разочаруетесь. Потому что если это Mass Effect окажется провалом, значит в спасении Земли нет никакого смысла. В любом случае, все мы с нетерпением ждем N7 день, 7 ноября, где студия обещала показать нам новые ролики, новые геймплеи. И мне кажется, что эта важная дата станет ключевой точкой, после которой все будет или очень хорошо, или очень плохо. Друзья, обязательно, пожалуйста, напишите, развернуто в комментариях, что думаете именно вы. Если верите, то почему? Если не верите, то почему? Добавьте ролик в себе, чтобы на случай провала игры можно было показывать, как вы заранее все уже знали. Подписывайтесь на канал, ведь здесь столько всего крутого. И до встречи на том же самом сайте.